Сегодня Ленинский районный суд Чебоксара вынес приговор по делу о смерти молодого мужчины в ночном клубе «Космос». Первый обвиняемый получил три года и три месяца колонии общего режима, другой два года ограничения свободы. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Смерть в «Космосе» обсуждали в социальных сетях и на федеральных телеканалах. Первое заседание по делу состоялось в январе этого года. Прокурор требовал назначить наказание для охранника Александра Евгеньева 3,5 года колонии общего режима, а для бывшего помощника администратора Дмитрия Захарова 3 года. Такой срок предусматривают статьи «Причинение смерти по неосторожности» и «Превышение полномощий работникам частной охраны и организации с применением насилия и повлекшие тяжкие последствия». Обвинение считает, доказательств предостаточно. Причастность осужденных к инкриминированным им деяниям подтвердили результаты четырех судебно-медицинских экспертиз, проведенных в ходе следствия. Ночной клуб в настоящее время полностью прекратил свою деятельность. Если Александр Евгеньев свою вину признал частично, то Дмитрий Захаров не признал вообще. Судья зачитывал приговор больше часа. Назначить Евгеньеву Александру Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на три года, три месяца из правительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на три года. Захарова Дмитрия Михайловича признат виновным в совершении преступления предусмотрен частью первой статьи 109-го уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Евгеньева взяли под стражу в зале суда. В отношении Захарова мера пресечения осталась прежней. Подписка о невыезде. На это у стороны потерпевших есть 10 дней с момента получения копии приговора, пока он не вступил в законную силу. Такой же позиции придерживается и государственное обвинение. Вопрос об обжаловании будет решен при поступлении данного приговора в прокуратуру Ленинского района и его изучению, поскольку в ходе, как стало известно, судом исключено из обвинительного приговора. Один пункт предъявленного обвинения Захарова, а именно последующего совершения преступления, присмотренного частью второго статьи 23 уголовного кодекса Российской Федерации.